15 мая на трибунах Московского ипподрома случайных людей не было. Пришли любители бегов и игроки в тотализатор. В центре внимания был розыгрыш приза отклика, а также дележка крупного котла в игре 6 побед. Никчемные скачки с полями по 5 голов, которые увеличивали перерывы между заездами, раздражали, но не сильно. В первом заезде Райль Габрашидов показал беговой публике, что его Пекин Лок по-прежнему силен и готов побеждать в самых сильных кампаниях. На этот раз Пекин выиграл с резвостью 2-0-4-1, пробежав последнюю четверть за 29,7 секунды. В третьем заезде орловцы старшего возраста тренировались перед главными призами сезона. Заслуженные крэки, заветный крикет соревновались с молодняком, покоем, папоротником и компанией. К сожалению, отсутствовал победитель весеннего приза повелитель Хан, которого зачем-то возили на гастроли в Саратов, где по слухам он занял второе место с резвостью 2-10, а в московском заезде с места до места победила Ольга Исаева на крикете. Как и в весеннем призе, в борьбе за второе место покоя опередил заветного. Тенденция, однако. В первом гите приза отклика явного фаворита не было. Кавычка, видимо, по индивидуальному графику, готовится к новым рекордам и победам в более важных соревнованиях. В ее отсутствии наилучшие шансы на успех были у моей памяти Крещатика Боярышника и трехлетнего рекордиста Оригинала. Лезвее всех в первом гите пробежал Оригинал под управлением Тимирбулата Тунгатарова. Его результат 2 минуты 5,6. В борьбе за второе место Крещатик опередил мою память. В четвертом финишировал Кок. Александр Гаврилович Несяев на Боярышнике в первом гите проехал неудачно. Он остался далеким пятым. Ровный и сильный состав собрали в седьмом заезде для трехлеток. Первые два места заняли кобылы, рожденные в конном заводе имени Чапаева. К сожалению, в этом хозяйстве в последнее время стало традицией давать своим лошадям труднопроизносимые клички на иностранном языке, что на мой взгляд является неуважением к беговой публике. Итак, победил Валерий Петров на Грегорий Дрим. На втором месте Юрий Чифранов на Нордзеренхолл. В девятом заезде на старт вышел Фауст Ганновер. Соперники у него были достойные. Донвар Лок, Фарпост Лок и Фронзев Аут. Но все же Фауст Ганновер сильнее. Он победил без видимых усилий с резвостью 1 минута 59,4 секунды. Как обычно управлял Фауст Ганновером Андрей Вилкин. Отказались от борьбы и сняли своих лошадей со второго гита приза отклика наездники, выступавшие на оригинале моей памяти и коке. В их отсутствие на победу в гите и призе претендовали Андрей Вилкин на Крещатике и Александр Несяев на Боярышнике. Ближе к финишу преимущество Боярышника стало очевидным. Он и выиграл с резвостью 2 минуты 5,2 секунды, что позволило Александру Гавриловичу получить очередной кубок из рук руководителя ипподрома. По статистическим подсчетам, это 98-й традиционный приз мастера. Скоро будем отмечать юбилей. Вторым призером приза отклика стал оригинал. Крещатик третий. Моя память четвертая. Пятый приз у Кока. Реальные претенденты на приз ковбоя бежали в 12-м заезде. Без проблем победил Тимирбулат Тункатаров на импульсе. Его основной соперник Кардбланш всю дистанцию провел в хвосте и только к финишу выбрался на второе место. Американец Макдональд Блю Чип под управлением выдающегося, говорю это без всякой иронии, наездника Аванессы Никагосяна выиграл предпоследний заезд. В последнем заезде свою вторую победу за день одержал Александр Несяев. Его пафос победил с достойной резвостью. 2 минуты 6,3 секунды. В игре 6 побед было 23 выигрышных билета. Коэффициент выплаты 2638.